МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Агрокурьер. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Абсолютно здоровый картофель. То, зачем охотятся крупные хозяйства и простые дачники. Как самарские ученые производят семена на безвирусной основе и выводят новые сорта. Расскажем в программе. Уютное жилье за добросовестный труд. В Самарской области продолжается реализация госпрограммы комплексное развитие сельских территорий. Сотрудникам предприятий АПК предоставляются соцвыплаты на строительство или приобретение жилья, а также жилье по договору найма. Селекцией второго хлеба НИИ Тулайкова занимается более 25 лет. До последнего времени ученые получали первичный материал из Всероссийского института картофельного хозяйства имени Лорха и адаптировали для самарского агроклимата. Сейчас же самостоятельно занялись созданием новых сортов. Не просто скрещивают мамы и папа, а производят мини-клубни на безвирусной основе. Из пробирок малышей переводят на гидропонную установку. Картофельные деревья, так называются эти лотки, способны дать до 10 тысяч клубней в год. Чистый семенной материал способен раскрыть все качества сорта. Это и есть главная задача ученых в рамках областной программы по развитию семеноводства и селекции картофеля. Наша задача постоянно вести оздоровление этого картофеля и давать сельхозтоваропрозводителям чистый безвирусный материал. На какой-то период времени они обезопасят себя от вирусов и будут получать раскрывшийся полностью потенциал того или иного сорта, который они используют. Не одним вторым хлебом живы у специалистов института недавно появился еще один полезный для аграрии в девайс. С помощью этого прибора можно провести функциональную диагностику растений. Фотокалориметр показывает концентрацию питательных веществ в сельхозкультурах. Прибор оценивает не их содержимое, а потребность побегов в элементах питания. Этот метод очень удобен для чего? Позволяет оценить состояние посевов, спрогнозировать урожайность, внести корневые и некорневые подкормки. То, что очень важно для аграриев. Прибор уже опробирован на практике на том же безвирусном картофеле. Также его можно использовать в полевых условиях. На основе диагностики ученые могут дать необходимые рекомендации сельхозпроизводителям. Вот здесь будет кухня. Будет стоять холодильник, кухонный стол, кухонный гарнитур. То есть будем обустраиваться, птичьем лютру повесим. Артем Зинченко не скрывает радости, рассказывая о том, как обустроить свое жилье. Год назад он переехал из Самары в село Беловка Богатовского района и устроился работать механизатором на местный молочно-животноводческий комплекс. Хорошему сотруднику предприятие сделало предложение о приобретении жилья по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Артем согласился. Тем более у него семья, жена и двое детей. И квартира в новом доме станет серьезной поддержкой. Мы уже прописались в этом доме. То есть у нас есть постоянная прописка в Самарской области. Хороший, уют, теплый дом. Что тут стены 50 сантиметров толщиной, плюс утеплитель. Отделка, ну, изумительная. Все коммуникации подключены, проведены электричество, водопровод, газ, квартира отапливается. Артем не единственный в Богатовском районе, кому предоставили жилье по госпрограмме. Дома строят сотрудникам предприятий, которые в ней участвуют. Средства на эти цели поступают из федерального, областного и муниципального бюджетов, а также инвестирования со стороны работодателей. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». По условиям федеральной программы, через пять лет они могут выкупить по стоимости это жилье в собственность, по стоимости 10% от сметной стоимости строительства, через 10 лет по стоимости 1%. В Беловке уже построено три дома, в каждом по две квартиры. Количество комнаты и площадь жилья зависит от числа членов семьи. Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Самарской области в прошлом году завершено строительство 10 жилых домов, что позволило обеспечить по договору найма жилого помещения 17 семей в Велховском, Исоклинском, Красноярском и Богатовском районах. Предприятие формирует очередь, передает в муниципалитет, муниципалитет уже проверяет документы на достоверность, на соответствие критериям нуждающихся в улучшении жилищных условий. В этом году планируется построить 20 домов для работников различных сфер занятостей по договору найма жилого помещения и предоставит 19 соц. выплат на строительство или приобретение жилья.